В Ленинградской области раскрыли убийство главного архитектора Всеволожского района Эдуарда Копяна. Предполагаемого киллера в аэропорту Пулково задержали накануне. А сегодня там же поймали и вероятного организатора убийства. Но допросить не успели. В участке он потерял сознание и к приезду скорой умер. Вот что нам сообщил собственный корреспондент ВГТРК в Петербурге Олег Яхонтов. Сейчас по факту скоропостижной смерти мужчины, которого задержали в аэропорту Пулково, по подозрению в организации убийства главного архитектора Всеволожского района Ленинградской области Эдуарда Копяна, проводится проверка. События же развивались следующим образом. Для раскрытия убийства Эдуарда Копяна, напомню, по одной из версий, поводом для преступления могла послужить его профессиональная деятельность, была создана совместная оперативная группа сотрудников Петербургского управления уголовного розыска и оперативников УФСБ. Результатом работы этой группы стало задержание в субботу в аэропорту Пулково некого Дмитрия Баранова, 76-го года рождения, ранее судимого за убийство. Он собирался отправиться в Таиланд. Именно он, по версии следователей, являлся непосредственным исполнителем убийства. После допросов оперативники вышли и на 39-летнего Марата Базиева, который и предложил Баранову устранить главного архитектора Всеволожского района Эдуарда Копяна за 2 миллиона рублей, то есть являлся заказчиком преступления. По неподтвержденным данным, Базиев занимался коммерческой деятельностью и имел интересы по земельным вопросам в ряде районов Ленинградской области, в том числе и в Севоложском. Сегодня утром он был задержан в том же аэропорту Пулково при попытке улететь в Минеральные воды. Подозреваемого задержали, доставили в управление уголовного розыска, чтобы допросить, но согласно официальному сообщению главного управления МВД по Петербургу и области, подозреваемый вел себя неадекватно, угрожая выброситься из окна, а затем внезапно потерял сознание. На место была вызвана скорая помощь, а до ее прибытия сотрудники уголовного розыска пытались оказать задержанному первую помощь. Однако приехавшие врачи констатировали смерть, предположительно от острой сердечной недостаточности. Внешних телесных повреждений на теле скончавшегося не обнаружено. По факту скоропостижной смерти предполагаемого заказчика убийства проводится служебная проверка. Олег Яхонтов, Вести, Санкт-Петербург.